Здравствуйте, дорогие родители! На связи Шамиль Ахмадуллин. И этим видео я начинаю серию видео, в которой расскажу, как развить логику и мышление у вашего ребенка. Развитие логики и мышления стоит таким особняком. То есть, есть ребята, которые называются олимпиадники, очень одаренные и так далее, которым решение логических олимпиадных задач дается очень легко. Остальных ребят, это примерно 95%, считают гуманитариями и не умеющими эти логические задачи решать. В действительности, решаются они очень просто. И я с уверенностью могу заявить, что большинство ребят можно обучить решению этих логических задач так, чтобы они решали их на высоком уровне. Единственное, нужны правильные алгоритмы обучения, правильный подход. Этим мы сегодня и займемся. Есть несколько тем, несколько разделов, на которые делятся все задачи по логике. И мы будем в каждом видео разбирать по одной теме. Сегодня разберем тему внимательность. Что это за тема? В действительности, есть ряд задач, в условиях которых спрятан ответ. То есть, если внимательно задачу прочитать и обратить внимание на все детали, то ответ понятен. Мало ребят умеют это делать сразу. То есть, читают шаблонно и по инерции начинают какие-то действия шаблонные выполнять. В действительности, разбор этой темы помогает ребятам, во-первых, решать логические задачи на эту тему очень успешно. А во-вторых, помогают и при решении других задач по математике, не только по математике. Потому что условия надо всегда читать очень внимательно. Формат работы будет такой. Две задачи я полностью разберу. А далее я буду зачитывать условия. После этого ставьте видео на паузу и разбирайте со своим ребенком. Давайте ему это задание и смотрите, ответит он или не ответит. В таком формате работы это видео для вас и вашего ребенка будет максимально полезным. Итак, поехали. Разбор задач. Росло 4 березы. На каждой березе по 4 больших ветки. На каждой большой ветке по 4 маленьких. На каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько всего яблок? В действительности шаблонное инертное мышление говорит нам, что нужно 4 умножить на 4, еще на 4 и еще на 4. Но если внимательно прочитать условия, то у нас есть несостыковочка. Говорится про 4 березы и про яблоки. А мы знаем, что, да и ребенок знает, что на березах яблоки не растут. Поехали дальше. Соответственно, ответ 0. Поехали дальше. У матери Андерсона трое сыновей-близняшек. Она их очень любит и старается, чтобы всем доставалось поровну. Поэтому даже тарелочки для каши у каждого своя. Тарелочки подписаны именами детей. Пим, пам и как подписана третья тарелочка. Здесь аналогично. Ребенок хочет сказать пим, пам, ну и далее пум, пом, пем. Пока гласные не кончатся. Но что-то нам подсказывает, что это неправильный ответ, потому что вариантов слишком много. Да и не очевидно. Если мы обратим внимание на условия, то в условии написано «У матери Андерсона». Соответственно, у Андерсона есть мать, у которой трое сыновей. Соответственно, Андерсон один из этих сыновей. И правильный ответ – Андерсон. Следующие задачи для тренировки я буду зачитывать. Ставьте после зачитки видео на паузу, а далее я разбираю ответ. «Горело семь лампочек, три из них погасили. Сколько лампочек осталось?» И правильный ответ – осталось семь лампочек. Почему? Потому что от того, что лампочки погасили, количество их не изменилось. У нас не спрашивают про негорящие лампочки, у нас спрашивают про лампочки в принципе. Следующая задача. На дереве сидели три птички, к ним прилетели еще две птички. Кот подкрался и схватил одну птичку. Сколько птичек осталось на ветке? И правильный ответ – ноль. Одну птичку у нас съел кот. Ну, остальные птички не глупые, да, и, соответственно, улетели после этого. Следующая задача. Как-то утром солдат, который пред этим был в ночном карауле, подошел к начальнику караула и сказал, что этой ночью он видел во сне, как враги сегодня вечером будут атаковать крепость юга. Начальник караула не сильно поверил в сон, но меры принял. И действительно, в тот вечер враг атаковал крепость юга. Солдата сначала поблагодарили, а потом арестовали. Почему? Ответ – потому что он спал. То есть, написано, что солдат, который был в ночном карауле, а караульному нельзя спать, то есть он должен караулить и следить, чтобы враги не прошли, ему снился сон. Но он рассказал, что ему снился сон. Соответственно, если ему снился сон, он спал. А спать он не должен был, поэтому его арестовали. Следующая задача. На столе лежит яблоко. Его разделили на 4 части. Сколько яблок лежит на столе? Правильный ответ – одно. От того, что яблоко разделили на 4 части, количество яблок не изменилось. Можно также его собрать, и получится одно яблоко. У нас лежит 4 четвертинки яблока. А яблоко лежит только одно. Спасибо за внимание. Успехов вам и вашим детям. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова